Мама сказала, что ты очень серьезный, молодой челдобрик. Можешь ее кусить, сказала сразу, его завязывайте, иначе он вас искусает. Как же можно такого красавчика и связать? Он же добрейшей души. Глазки, вот такие добрые, хоть зубки тут и не очень, вы прекрасно видите, камешки на зубках, но ни в коем случае не вязать. Всегда нужно дать собачке шанс адаптироваться. А тех собак, которые их вяжут или одевают на мордники, поверьте, не до конца своих дней, так и будут себя вести очень агрессивно. Потому что люди в них не верят. Они это чувствуют. Да, зайчик? А если даже грумера собачка и прихватила, а может даже и не раз, тем более такая вот собачонка, она что ему? Пол руки оттяпает? Да не оттяпает? Что она там? До крови прокусит? Да ничего не будет на самом деле. Нужно войти тоже в положение вот таких вот клиентов, лохматеньких. Они же тоже переживают. Приходят сам сюда, в грумерскую. А здесь много всяких запахов от прежних собачек. Они же тоже переживают. Тем более вот эта машинка, которая торопит у него над ухом, тоже играет свою роль. Нужно успокоить их и дать возможность адаптироваться, поверить в человека, в то же самое грумера, даже вот в эту машинку поверить. То, что эта машинка не сделает ему больно. Тиму, изиотик. Так что, пожалуйста, относитесь к своим питомцам очень-очень бережно и трепетно. Старайтесь уважать их. Они ведь тоже личности. Пускай маленькие. Здравствуйте. Так, ну, да. Секундочку. Пришел очередной клиент. Можно на секундочку? Я просто снимаю видео и хочу показать, что пришел очередной клиент и принес нам, смотрите, какую рыбку. Это все подарки. Какая прелесть, а? Сейчас водрузим ее в наш новый... Девушки или вы не знали? Да. В наш новый дом. Я вот вам еще принесла у нас этого аквариума, осталась маленькая. Ой, какая прелесть. Какие игрушки это тоже можно покажу? Смотрите, вот люди дарят. Принесли какие игрушки. Какая прелесть. Якорь, кораблик. Это все радует. Клиенты любят нас. Мы любим своих клиентов. Все. Сейчас новый аквариум загружаем. Все. Все.